МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Огромный вам светлый привет из города Самара. Меня зовут Максим Рулевой. Мы подхватываем многочасовой марафон. И город Самара является неотъемлемой частью маршрута гастрономической карты России. Со мной сегодня здесь замечательные люди. Евгений Реймер, ресторатор компании Милимон Фэмили, под руководством которой находятся более 30 заведений. И не буду скрывать, это мои самые любимые рестораны. Евгений, приветствую. Приветствую. Также сегодня с нами замечательный человек, который будет выполнять сегодня всю творческую работу. Александр Егоров, шеф-повар ресторана «Пряный барашек Милимон Групп». Всем привет! Привет! Евгений, нам очень хочется всем рассказать, всем тем телезрителям, которые здесь сегодня с нами, почему мы именно здесь, на этом месте, и что мы будем сегодня с вами делать. Мы находимся с вами на великолепной смотровой площадке, называется она вертолетная площадка. За моей спиной находится прекрасная река Волга, Великая Русская река, самая большая река в Европе. Мы не можем представить Россию без Волги, и, конечно же, не можем представить Волгу без Самары. На противоположном берегу Волги находится Самарская лука, которая включает в себя Жигулевский заповедник, внесенный в список ЮНЕСКО, и изгиб реки Волги – Волжские ворота. Вот в таком прекрасном месте, в эту прекрасную погоду, мы сегодня с вами отметим День России. Мы вас поздравляем с этим днем, действительно, вам счастья, здоровья, и с Днем России, друзья! Ура! Итак, хорошо, сегодня мы будем с вами готовить одну из самых национальных, одну из самых вкуснейших. Да? Это? Волжская царская уха. Почему же царская, хочется узнать? Среди нас-то нет царей. Ну, пока. Ну, да, потому что мы используем царские сорта рыбы. Это стерлядь, это осетр, и, конечно же, всеми любимый судачок волжский. Бог любит троицу, поэтому три вида рыбы пойдут у нас сегодня в уху. Ну, надо отметить, что эта культура выращена искусственно. Конечно, стерлядь и осетр – это аквакультура, выращенная на осетровых фермах, у нас их здесь несколько. Итак, друзья, будьте внимательны, потому что прямо сейчас мы будем делиться с вами лайфхаками по приготовлению настоящей волжской царской ухи. Саша, в чем нюанс приготовления именно этих сортов рыбы? Один из главных нюансов к приготовлению волжской царской ухи – то, что бульон мы готовим из деревенского петуха. Бульон навалистый у нас уже готов. Мы заложили в него лук, картофель, пшено. И теперь мы будем разделывать нашу рыбу. Касаемо нашей рыбы, мы используем два сорта осетровой рыбы – это стерлядь и осетр. Важный момент, что у этой рыбы необходимо удалить так называемые костные наросты – жучки. Есть два варианта этого – их можно либо срезать аккуратно острым ножом, либо же ошпалить рыбу кипятком, и они просто отвалятся самостоятельно. И еще один важный момент – то, что если рыба у нас целиковая, если рыба не протрошенная, и мы вскрываем ее самостоятельно, очень важно не повредить внутренние органы, особенно желчный пузырь. Иначе мясо рыбы станет горьким. Помимо основного ингредиента этой рыбы, нам понадобятся еще остальные продукты, которые, кстати, и самарские шеф-повара, и все жители города Самары с большой охотой, с большой любовью покупают. На фудмаркете «Ярмарка вкуса» на площадке «Агропарка Самара» это современный и очень технологичный комплекс хранения и переработки сельскохозяйственной продукции с общей полезной складской площадью свыше 42 тысяч квадратных метров. Региональный фудмаркет «Ярмарка вкусов» реализован на вешевом формате, когда в одном гастрономическом пространстве объединяются вкусные продукты и отличная еда. Я надеюсь, каждый из вас записал себе нужное. Ну, а мы прямо сейчас даем Сашу вольную. Саша, ты можешь готовить рыбу, потому что у нас очень много историй от Евгения. Евгений является историком Самары. Как бы он хотел об этом молчать. Евгений, расскажите нам, пожалуйста, про уникальные места самарские, про самарский край. Нам очень интересно, правда. Я думаю, что всем зрителям тоже будет занятно и полезно. С большим удовольствием расскажу о своем родном любимом городе. Город Самара, где я родился, вырос, и моя семья здесь живет уже несколько поколений. Как я уже говорил, за моей спиной заповедник Самарская Лука, национальный парк, и за изгибом Волги находится гора Стрельная, откуда Сенька Разин, известный легендарный персонаж, высматривал суда купцов, и потом его отважное войско захватывало товары торговцев. До сих пор кладоискатели не нашли клада, оставленного Сенькой Разина. У него несметные были богатства, и, кстати говоря, дерзайте. Все в ваших руках, приезжайте, ищите клад Сеньки Разина. Ищите сначала Евгения, который устроит вам квест по поиску кладов. Помимо этого, относительно нашего города, Самара город-курорт, у нас самая протяженная облагоустроенная береговая полоса, набережная занимает более четырех километров. Пляжи, ребята, это нужно видеть. В центре города облагоустроенные пляжи с волейбольными полями, с раздевалками. И самая главная, мне кажется, составляющая – это самарскими девушками. Красивыми девушками. Да, кстати, еще одна легенда на этот счет. Императрица Всероссийская Елизавета Петровна, дочка Петра I, была жуткой ревнивицей. И, по легенде, она ссылала всех придворных красивых дам именно в Самару. За что ей большое спасибо. Огромное спасибо. Евгений является не только патриотом Самары, но он очень скромный человек. Евгений, я точно знаю, что один из ваших ресторанов находится в очень историческом месте, где раньше был настоящий купеческий ресторан. Да, нам было очень приятно узнать, что кафе находится на месте ресторана «Братьев Ивановых». В этом же помещении больше века назад находился ресторан. Мне удалось в городском архиве найти все меню «Братьев Ивановых», ресторанов «Братьев Ивановых». И, помимо этого заведения, у них было еще большое количество заведений. Они были очень успешные предприниматели. Первый кабриолет в городе принадлежал «Братьям Ивановым». Братья Ивановы одевали всех полицмейстеров. И полицмейстеры отдавали им честь. Это очень интересные факты. Конечно, после такого исторического наследия мы не можем ударить в грязь лицом. Нам нужно создавать очень прекрасные рестораны. Ну, помимо ресторанов – блюда. Мне кажется, да, можно перенимать историю с одеждой. Да. Хорошо. Давайте тогда мы с вами еще обратим свой взор вот на что. Самара – это купеческий город изначально. И у нас было развито очень хлебное дело. Это правда? Да. Самара была хлебной столицей России. Основной деятельностью самарских купцов была торговля пшеницей белотуркой. Кстати, из этой же пшеницы доставляли к завтраку английской королеве Виктории печенье. Представляешь, какой факт? Столько фактов – это уже, мне кажется, должно всех подвинуть. Огромное количество поводов, чтобы приехать к нам в Самару. Конечно. Мы с тобой немножко заговорились. Здесь уже у Александра практически все готово. Саша. Пора закладывать нашу липку. Ооо, самое интересное, мне кажется, сейчас будет. Так. Вот такая у нас получилась. Она красивая. Чудо. Все, понеслась. Пойдем посмотрим. А есть ли в этом тоже какой-то… Первая пошел. Первая какая рыба должна идти? Есть ли в этом тишка? На самом деле без разницы. Варится рыба очень быстро. 7-10 минут. Закладываем ее в кипящий бульон, чтобы все соки в рыбе остались внутри мяса. Ну, по-моему, это не все лайфхаки, которые нам Саша рассказал. Давайте сюда пошагово будем проходить. Так, рыбка пошла. Вот он, основной момент варки ухи – закладка рыбы. Вот теперь это уже ухо. Долго мы можем с тобой разговаривать, но давай не будем забывать и отвлекаться от главного действия. Саша уже готов нам поведать нюансы и фишечки приготовления царской волжской ухи. Саша, и мы, и зрители, затая дыхание, слушают тебя. Да, особых секретов нету. Наша уха практически готова. Осталось добавить укроп. Рыба очень любит укроп. Немного черного перца для ароматики. И самое главное – любая рыба любит кислоту. Поэтому мы добавим немного томатов, которые сбалансируют этот вкус нашего готового блюда, нашей ухи. Ну и в конце 50 грамм огненной воды и небольшая горящая поленка. Такая уж традиция. Барабанная дробь. Ответственный момент. Рука Александра не дрогнула. Ай-яй-яй-яй-яй. Это же огонь. Вообще огонь. Вот теперь волжская царская уха готова. Можно наливать по тарелкам? Две минуты. Две минуты. Я уже предвкушаю этот вкус. Этот аромат доносится до меня. Максим здесь… Слюной зашел. И зашел. Забрызгал, я бы сказал. Слюной меня. Сейчас начинаем наливать. Друзья, уха готова. Источает великолепный аромат. Максим, чуешь? У меня нет слов. У меня одни слюни и эмоции. Это очень вкусно. Ты меня уже забрызгал. Саря, не томи. Наливай уже. Не вопрос. Если бы вы чувствовали этот запах, а? Если бы вы видели эту красоту. Приезжайте. Приезжайте обязательно. Обязательно надо крупным планом запечатлеть. Я бы хотел, чтобы прям нырнули камерой сюда. Посмотрите, какое здесь… Какая красота. Это просто непередаваемо. Ребята, обязательно нужно приезжать в Самару. Обязательно нужно попробовать волжской ухи. Царской волжской ухи. Это же обалденно, мне кажется. Не то слово. Мы, кстати, сейчас это и сделаем. Мы попробуем ее. А вам все еще предстоит. И осталась еще маленькая точка, но жирная точка. Это… Я бы сказал восклицательный знак. Так. Это микрозелень. Настоящий самарский продукт, который сегодня удостоил чести носить гордое имя. Самарский продукт. Да, это верно. Именно сегодня, 12 июня в день России, производители, которые выращивают микрозелень, получили право называться и носить гордую символику самарский продукт. Правительство Самарской области активно поддерживает малоформатную торговлю и специально для этого был создан региональный бренд «Самарский продукт», под которым и начал свою работу розничный центр регионального фудмаркета «Ярмарка вкусов». Это более 20 предприятий Самарской области, получившие товарный знак «Самарский продукт», стали резидентами «Ярмарки вкусов». На данный момент бренд «Самарский продукт» включает более 1700 наименований, на всякий случай, продукции, более чем 80 товаропроизводителей в различных секторах экономики. Ну что, пробуем? Приятного аппетита. Жду ваших рецензий. Как-то это очень неприлично есть на камеру, ребят, но соблазн такой, что, извините, мы все же попробуем. Если хотите так же, как мы, приезжайте. Мы вас накормим, мы вас порадуем. Ну что, друзья, уха удалась? Саня, ум отъешь, ум отъешь. Мы уже едим, а вам еще это только предстоит. Приезжайте в Самару, друзья, мы вас ждем. Обязательно накормим мухой, обнимем и никуда вас не отпустим. Ждем вас в Самаре. Это очень вкусно. Но, Евгений, а что бы мы еще могли рассказать нашим телезрителям о Самаре? Да что все я да я? К нам приехал главный человек по туризму Самары. Так. Артур Абдурашидов. Давайте его пригласим, и он все расскажет. Артур, руководитель департамента по туризму Самарской области. Артур, кому, как не вам, сейчас срезюмировать нашей большой аудитории зрителей, рассказать про наши красоты, про наш туристический рай. Прошу вас. Всем нашим зрителям я в первую очередь советую посетить нашу Самарскую область, увидеть ее прекрасные красоты, природные достопримечательности. В первую очередь посетить нашу главную жемчужину, территорию Самарской Луки. Несомненно, надо не забыть спуститься в бункер Сталина, один из самых глубоких сохранившихся бункеров в мире. Несомненно, увидеть фактически средневековый замок, но тем не менее построенный в 21-м столетии, который находится совсем неподалеку от города Тольятти. Это замок Гарибальди. И, конечно же, отведать нашу вкусную волжскую кухню, о которой сегодня говорили немало. Добро пожаловать в Самарскую область. Всех с радостью встретим на Самарской земле. Приезжайте, мы вас ждем. Продолжение следует...